Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, с чего начать трансформацию себя, чтобы перестать попадать под манипуляцию мужчин. У меня и характер не слабый, но заметила, что мужчины пользуются моё мягкостью, используя манипуляцию, выводят меня в нужное им русло. Можно ли это скорректировать? Несколько вещей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь необходимо отказаться от таких дефиниций, как мужчина, женщина и так далее. Манипулируют люди, а не мужчины. Мужчина, именно мужчина, он не может манипулировать. Мужчина может проявить себя. То есть, мужчина может, ну, там, что-то сказать, да. Мужчина может, ну, что-то сделать. Мужчина может, ну, как-то поступить, да, вот, ну, каким-то образом может поступить человек. В смысле, мужчин. Но манипулируют, вот конкретно, конкретно манипулируют, именно люди, и только люди, и больше никто. Поэтому то, что вы привязываете манипуляцию к полуролевой модели, является первой ошибкой. А связано это, может быть, скорее всего, с тем, что у вас есть какие-то обиды на мужчин, что вы, вот, ну, как-то обижены на мужчин, да, тех, кто, ну, вами манипулировал. Вот, вы обижены, у вас чувство злости, желание как-то, вот, значит, отыграть эту историю, ну, и так далее. Вот. И вот этот момент ни в коем случае не нужно путать с реакцией на манипуляцию. Ни в коем случае. Вещи это совершенно разные. Вещи это абсолютно из разных сфер. И если вы будете смешивать это, как вы делаете это сейчас, вы сейчас смешиваете вот эти вещи, то я могу вас заверить, что ничего хорошего из этого не получится. Дальше. Вы говорите о том, что у вас не слабый характер, но мужчины пользуются вашей мягкостью. Ну, опять же, повторюсь, да, мы тут говорим не про мужчин, а про людей, поэтому люди пользуются вашей мягкостью. Определенный, ну, определенная категория людей пользуется вашей мягкостью. Ваша мягкость связана именно с тем, что у вас не слабый характер. Не слабость характера есть его ригидность, то есть косность, то есть такая вот догматичность, жесткость, негибкость. Когда человек говорит, что вот это плохо, сто процентов, это сто процентов хорошо, вот этим именно можно манипулировать вами. И именно в этом ключе, в принципе, я бы сказал, что, ну вот, ну, действуют люди. Поэтому ваш характер, это то, как вы реагируете на все или иные вещи, да, и так далее, это ваша реакционная поведенческая модель. Действительно нуждается в корректировке, в действительном, действительно нуждается в корректировке. Именно, именно в том, в том смысле, именно в том смысле, чтобы это было более равномерным. Вот. Именно, чтобы это было более однородно, чтобы ваш характер был более однородный и чтобы он отражал именно то, кем вы являетесь. Именно то, кем вы являетесь, а не что-то там другое. Вот. Дальше. То, что вы мягкая в каких-то сферах, обусловлено вашими собственными особенностями. Это могут быть потребности ваши. Это могут быть ваши конфликты. Это могут быть ваши противоречия. Вот. И их необходимо разбирать. Для того, чтобы вы лучше понимали, с чем вы имеете, как бы, дело вообще. Вот. Вот, пожалуй, то, что я могу вам сказать. Вот. 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 Ну и, а, совершенно, а, так же, так же, совершенно очевидно для меня, по крайней мере, что манипуляция, как и сказал мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович. Манипуляция не может быть без пересиливания себя, без заставления, без вот этого вот элемента заставления, который очевидно у вас присутствует. Поэтому задача здесь заключается в том, чтобы вы замечали, где, как и когда вы себя заставляете, вы начинаете себя пересиливать и делать не совсем то, что вы хотите. Вот. Вот эти все вещи крайне важно... Отслеживать эти все вещи крайне важно замечать, крайне важно их осознавать хотя бы, хотя бы, хотя бы, хотя бы осознавать. Вот. И тогда уже, я думаю, можно будет что-то делать, да. Если мы говорим про, ну вот, например, про отношения с, про отношения с мужчинами, да, если мы говорим об этом, и мы говорим об этом в контексте, например, построение отношений, вот, то важно еще не забывать, наверное, о том, что отношения тоже как-то нужно, ну, выстраивать, да. Вот. То есть это, конечно, очень хорошо и здорово, что, допустим, вы хотите себя трансформировать как-то, да. Вот. Вот. Но... Чтобы вы не отдалились от идеи построения отношений, от возможности их выстраивать. Вот. Вот. Я думаю, что это вам... Ну, этого вам тоже хочется. Вот. Поэтому... Такая вот история. Ну и... Потребностная... Потребностная сфера... Ваша потребностная сфера... Она точно так же нуждается в корректировке. Вот. Потому что... Если вы будете себя ломать, да, пытаясь избегать манипуляций, но при этом будут игнорироваться ваши потребности. Вот. Вот. Тво... Мамой взгляд. Все, чего вы добьетесь, это вот появление каких-то новых манипуляций. Вот. В свой адрес, вот, каких-то новых эпизодов негативных, которые будут вас беспокоить. Да, может быть, может быть, они будут беспокоить вас. Немножко в другой сфере. Вот. Уже, может быть, не с машинами, но где-то в другое место. Потому что ваши потребности, да, они вот никуда не денутся и будут вот так же о себе заявлять. Ну, таким же образом, да, они будут вот о себе как-то вот заявлять и вы будете их чувствовать. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи, удачи, обращайтесь. Надеюсь. Совсем. Надеюсь. Продолжение следует...